Приять участие в слушаниях мог любой желающий процедуру. По данному документу обязательное проект изменения правил землепользования и застройки разработал Санкт-Петербургский институт урбанистики. Корректировка документа потребовалась для того, чтобы не было расхождений с измененным ранее генпланом города. Новые правила четко определяют целевое разрешенное использование земельных участков. И в отличие от генплана, более точно детализируют, какие участки можно застраивать, какие нет и что конкретно можно строить на территории. Это дает перспективу развития архитектурного облика города, строительных конструкций, их красоты, их распределения и функциональности. То есть какая-нибудь там маленькая фабричонка в центре жилого района никак не может появиться. Сегодня это четко будет регламентированное правило застройки и разрешения землепользования. Есть план, значит, удобно контролировать. А так как мы палац проведения общественного контроля, то есть мы можем по каждому пункту отконтролировать, спросить, уточнить. И тем самым объяснить зрителям нашего города, что исполняется, что не исполняется, что задерживается. Теперь с принятием вот этих новых правил, то есть проекта изменения, мы надеемся, что там уже учтены все наши пожелания, которые были сформулированы на протяжении последнего времени. И они будут реализованы, это у нас толчок к развитию города, то есть к развитию бизнеса. Документ важный с экологической точки зрения для того, чтобы мы оставили то же самое представление о нашем городе, как город в лесу или лес в городе, вот это понятно. А современные требования, они даже стандартные требования, они это обеспечивают. То есть главное соблюдать эти требования. Вот в регламенте они все прописаны, то есть никто уже не сможет ничего увельнуть куда-то в сторону. В окончательном варианте измененные правила землепользования и застройки Димитровграда должна утвердить городская дума. Арина Макарова, Константин Белов. Наше время.